только не говорите что белоснежка блин нет пожалуйста нет что в игре как будто с эпосами беда какая-то нет красавицу убили походу синяя борода взялся за старое да нет это же белоснежка да как так то блин мы закончили первый эпизод где твой брат иди нахуй по какой причине я должен что-то тебе рассказывать серийный маньяк о боже серийный маньяк позже и он один из нас я знаю что я можно спасти но что я сделала не так то если ты не можешь справиться я найду того кто сможет я узнал где она я знаю она здесь и ты ее наверно видел что скрываете спасибо что ничего не а тебя ебёт может быть ты хочешь кого-то доказать мы это устроим что ты сделал друг против друга закончится все хуто боже мой это ты они игру также эпизодами выпускали или нет блин а как же так вышло блин почему белоснежка то умерла слушайте умирают все те с которыми мы были добры может переиграем то дело в том что я даже не знаю что я сделала не так чтобы ее убили ты уже заспойлерил себе молодец мистер жаб делай что-нибудь бигби пока дровосек все тут не разрушил мистер у тебя что-то на лице что ты несешь тупая без это ты не такой страшный как все говорят прошу бигби пообещание говорить чудовищу что видел меня Слушай, мне пофиг на то, что между тобой и чудовищем. Не хочу вмешиваться. Это не то, о чем ты мог подумать. Жену мою не видел? Красавицу? Нет, не видел. Пойдем. Нет. Не перебивайте меня! Но вы же задали вопрос! Не увиливайте! Вы виноваты в этой ситуации! Подождите, а там у головы были зеленые глаза, у Белоснежки голубые. Он сказал, если узнают, что я проболтался тебе или Мисс Снежке, он вернется и убьет моего сына. Я ищу дровосека. Ну, здесь его нет. Холи, у тебя кончились бумажные полотен... Они же вздернут меня! Сам видишь, ситуация просто пиздец! Все плохо! Та еле настроила Маша, эта жопа была. Итак, у меня есть сотни баксов для того, кто расскажет мне что-нибудь о девчонке по имени Ебать! Дело в этой гребаной... Девчонке по имени Ебать! Там очень много концовок, прапор. Это ж такая игра. Там тут бесчетное количество вариаций. О, опять начало лагать. Да что ж такое? Там ты изначально делаешь какие-то решения, которые влияют на конец. Поэтому, видимо, все вперемешку. Ух ты, глянь, какой классный. Мистер Волк! Вы все только усложняете. Если вы будете сотрудничать, то скоро пойдете домой. Может, вам стоит поспать? Как вы? Знаю, это была длинная ночь. Вам бы не помешало отдохнуть. Буду откровенен. Сейчас я очень зол. Хочется разнести все здесь. Угрожаете? Зависит от того, нравится ли вам мебель. Если ждете, что я засмеюсь, то это было не смешно. Слушайте. Понимаю, вам сейчас тяжело. Я понимаю, правда. Но мне нужно, чтобы вы сотрудничали. Вы ничего не знаете. Если бы знали, то разговаривали бы тут не со мной, а с тварью, сделавшей это. Ничего не выйдет, пока вы не начнете сотрудничать. Так что хватит валять дурака. Я просто пытаюсь помочь. Я хочу дыннику. Почему вы, копы, вечно пытаетесь сопереживать? Вам тяжело, понимаю. Да ну. Вы понимаете. Вашего друга тоже убили, а его голову бросили у порога? Нет, ожидаемо. У вас кровь пошла. Вы в порядке? Паршиво выглядите. Детектив Бранниган? Я детектив Бранниган. Да, я знаю. Только что это сказал. Вы как? Слышали? Пожалуйста, умоляю. Все умрут сейчас, что ли? Слышали. Просто хватит. Пожалуйста. Не, какой-то ультразвук был. Уходим. Ну же. Что ты здесь делаешь? Мог бы и спасибо сказать. Это просто заклинание амнезии. Дорогое, но эффективное. Все в участке забудут последние 24 часа. Даже то, что они видели в Водлинсе. Скорее. Алло, вы что, прикольные? Забудут. Фотография, дело на столе. Окурок. Вы... У, бля. О, ну... О, ну... Мог, comedy. О, ну. Огх. спасибо что вытащил не за что мы нашли тру-ля-ля прикованного к столбу твоя работа да я не знаю зачем ты задержал его тру был в баре цок от копыт когда снежка покинула вудлендс он не причастен к убийству сейчас его допрашивает борода но он так и не сказал ничего он на кого-то работает вечно что-то разнюхивал там куда я приходил да тру-ля-ля и траля-ля обвинять его в убийстве почему синяя борода его допрашиваю знаю что ты чувствуешь всего лишь ночь прошла а я уже скучаю по ней потому что он так грубил ей ты странно знаешь нет ничего хуже смерти одного из нас теперь я тоскую по снежке никогда не умел красиво говорить я не верю что это произошло пустой трёп не помогает ой ну извини за то что беспокою тебя разговорами думал нам есть о чем поговорить нет стоп-стоп-стоп-стоп-стоп я не это думал он ответит выйти из игры до переигровка переигровка я думал вам не это ответит я вот это не люблю когда в играх делает знаете такую фразу а общую а это общая фраза типа уже объясняет эту самую чё он говорит нельзя написать вот дословно нет так неинтересно это за баню неинтересно тебе еще офигел нет не надо мне ничего говорить жопа паушка на скелмере и и и и скелмере и давай даришь чекам доброй ночи так спасибо что вытащил меня спасибо что вытащил не за что мы нашли тру-ля-ля прикованного к столбу твоя работа да я не знаю зачем ты задержал его тру был в баре цок от копыт когда снежка покинула вудлендс он не причастен к убийству сейчас его допрашивает борода но он на кого-то работает вечно что-то разнюхивал там куда я приходил но это не повод обвинять его в убийстве так вот сейчас будет до фраза это я знаю что ты чувствуешь всего лишь ночь прошла а я уже скучаю по ней вообще я бы хотелось здесь ответить что ему было пофигу на нее но я понимаю что это испортит отношения надо по-другому ответить теперь я тоскую по снежке никогда не умел красиво говорить а вот в реале в реале я бы ответила тебе на нее наплевать но так как эта игра мы ответим это потеря не верю что это произошло раньше наши истории были так просты начало середина и конец но когда мы переехали в этот город все пошло наперекосяк она что-то говорила когда вы виделись в последний раз она была недовольна тобой она хотела многое изменить она посоветовала мне быть осторожней так ну давайте она хотела многое изменить было она могла быть черствой лишь иногда она хотела многое поменять хотела помогать сказаниям не знаю что еще сказать мы должны положить этому конец два убийства за два дня если мы не разыщем виновного не дай боже будет еще один труп я разберусь Пожалуйста ради снежки я понял Жизнь люка какой так глава 1 2 эпизода закончена Ну что же просто скажи мне то что я хочу знать В теории это облегчит твои страдания так ты планируешь его использовать а я-то думал что тебе просто нравится теребить свой маленький ножик что здесь происходит приветик облац шериф борода беседую с нашим новым другом ты должен был дождаться нас а если хочешь быть здесь то подчиняйся мне без насилия как скажешь приветики мне нужны ответы да ну и я-то думал тебе нужны вопросы и не смог придумать ни одного хорошего хотя один я все-таки придумал как голова видите с чем я работаю и что ты с ним будешь делать рад что у тебя есть чувство юмора лучше бы тебе начать сотрудничать белоснежка мертва но я никого не убивал и я должен тебе поверить ты был со мной когда все произошло у меня все еще есть вопросы похоже это личное это абсурд во время погони ты упомянул нанимателя кто он кто твой босс а что хочешь сменить работу я тут не шутки шучу ладно то давай ка поговорим бля не заставляй смотреть на это убери я прошу если не скажешь кто это сделал я прослежу чтобы тебя ожидала такая же участь ты не перехожу труп на пороге понял я же сказал что не убивал ее и ничего не знаю просто скажи кто твой наниматель я бы хотел помочь но не могу мы с братом не можем его предать мы делаем работу и держим рты на замке если мы что-то скажем нам не заплатят твой брат где он вчера был не знаю он мог быть где угодно а ты подумай он не делал этого если что тогда где он нет я не сдам своего брата я ведь ответил на твои вопросы теперь верни ко мне вещи что у него нашли ничего полезного деньги сигару и что-то еще так сигаром 2000 она была на черный день держи да hey хочешь фокус что Бигби, так мы ничего не выясним. Ты не хочешь узнать, что случилось с той девушкой и Снежкой? Я разберусь. Где твой брат? Слушай, я бы хотел помочь, но я не знаю, где он. В последний раз, когда я его видел, мы разделились, и я пошел искать Верина. Я не знаю, где он. Но он никого не убивал. Отстаньте от него. Ты искал ее? Слушай, я пошел к ней домой. Я не вру, и ты знаешь это? Нет, он кое-что скрывает. Ты говорил, что пытался найти что-то. Что, что? Чего ты хотел от Веры? Прости, не могу помочь. Больше я ничего не скажу. Понять не могу, он смотрит на синюю бороду или нет. Работится. Всегда носишь столько с собой. На этой неделе мне придется много стирать. А что? Я изымаю их за неуплату налогов. Забираешь их? Побойся последствий, шериф. Это на твоей совести. Ты не можешь. Мы должны поступать правильно. Поговорим позже. Ну же, чего ты хотел от Веры? Милая леди, как она. Милая? По-твоему, она была милой? Она воровка. Пиздец милая. Вера была разная, но точно не милая. Что она украла? Не знаю, какую-то вещицу, которую хотел мой босс. Твой босс? Вернемся к моему первому вопросу. Мне кажется, синяя борода босс его. Из-за тебя у меня будут проблемы. Больше ничего не скажу. Ты носил ее с собой. Выпивка нужна всегда. Думаю, не повредит. Просто скажи, на кого ты работаешь. Слушай, я согласен с красавицей. Ты неплохой, но я не могу выдать тебе эту информацию. На этом я закончу. С красавицей. Я не стала бы общаться с таким чмом, как ты. А что со мной не так? Ты плохого обо мне мнения? Да, мы очень близки. Я думал, мы допрашиваем подозреваемого. Но ты обращаешься с ним, как с чертовым гостем. Борода. Он ничего не скажет, если будешь его жалеть. Снежка. Наша Снежка мертва. И ты позволишь уйти этому ублюдку целым и невредимым? Пошел прочь. Я все сделаю сай. Какого хуя? Что ты творишь? Получаю ответ. Смотри и учись. Привет, Джули. Остановись. Сколько лет? Вроде восемь. Безусловно. Хватит. Что ты, блядь, творишь? Это что, Снежка? А кто умер тогда? Снежка. Вот это нахрен поворот. А что, это все, что ли, конец озвучки? А, нет, господи, я испугалась. Маша, ты проходила эту игру? Может, у нее была сестра? Может быть. Пять лет назад. Блин, у тебя и не спросить, на что ты закончила. Потому что будут спойлеры. Все, Мася. Так, Снежка и этот. Какого черта там внизу происходило? Так, издеваться над людьми. Думала, ты можешь сдерживаться. Я думал, что ты мертва. И это все оправдывает? А, я издеваюсь над людьми? Нормально, конечно. Нормально подставили. Надеюсь, это стоило того. Ты нас серьезно напугала. Если бы мы знали, что ты жива. Я работала над делом. После нашего разговора в такси, мне позвонил Жаб. Он сказал, что его сын нашел тело. Сначала мы думали, что это Вера. Принести сюда ее было непросто. Но, надеюсь, мы найдем что-нибудь на теле, что поможет нам разыскать убийцу. Или хотя бы выяснить, кто она. Я должен был быть там. Я пыталась дозвониться в офис, но никто не брал трубку. Я не смогла найти тебя или кого-то еще. Вот я и занялась этим. Снежка. Что? А это точно Снежка? Глаза, мне кажется, другие. Я хочу докопаться до сути. Я словно... У нее были голубые глаза. Просто... А, вот голубые. Я словно ответственна за ее смерть. Она выглядела, как я. Может, поэтому она мертва? Это не твоя вина. Но она выглядела, как я. Это неспроста. Мы должны найти убийцу. И выяснить, почему она зачарована так. То есть, в этом все и дело, да? Может, голова Веры тоже зачарована? Может, затаишься на время? Нужно все выяснить. И что? Бить баклуши в администрации? Ждать, пока большой и страшный серый волк решит все мои проблемы? Это слишком опасно. Опасно? Бигби! Я не хочу быть у Крейна девочкой на побегушках. Я хочу, чтобы ты была осторожна. Я тебя почти потерял и... Отшила его. Сучка. Прости. Я знаю, это опасно, но я не беспомощна. Я справлюсь. Всегда справляюсь. Ти-Джей ждет внутри. Он был так напуган вчера вечером. Даже сейчас он умолкает после определенного момента. Думаю, он сейчас взволнован. Так что постарайся быть не слишком. Ты знаешь. Я справлюсь. Ладно. Она зачарована. Не, мне кажется, голова. Голова зачарована. Была. Что-то как-то тут попустило. Можешь поговорить с ним сейчас или позже. Но дай знать, когда пойдешь обследовать тело. Я хочу присутствовать. Бавкин, есть минута? Конечно. Так, что вот это? Непонятно. Так, карты. Три новые карты. Поехали. Э, э, э. Берем. Привет, Ноча. Итак, первое. Сердце мечей. Значит, разбитое сердце, что ли, будет? Чешу. Так, дальше. Вторая. Двое волков. Обман, но для меня. Как знать. Это не она ли является обманом? Хотя не, вроде та же. Надеюсь, ты найдешь, что ты ищешь. Короче, чувака от этого. Антоциды. Похоже, дела у него хуже, чем я думал. А что антоцид делает? Расскажите мне, пожалуйста, кто-нибудь, кто знает. Я не в курсе, что такое антоциды. Духи снежки. Проверь всех, кто подходит под этот профиль. Начни с синей бороды. Уже лечу. Готов обследовать тело? Э, нет, чуть позже. Чуть позже. Хорошо. Так, а почему-то... А, потому что я не ту кнопку нажимаю. Думаю, господи, почему я не туда иду? Так, ну здесь, в принципе, ничего нету. Да, здесь книга сказаний. Так, это мы все потрогали. Лампа джина. Ну, давай потрогаем еще раз лампу джина. Вдруг там джин появился. Э, хватит. Зеркало, исчезни. Отмена. Какого хрена? Что? Я ничего не трогал. Что происходит? Не волнуйся, все намази. Хватит, джаб. Не зли меня. Расслабь очко. Это не так уж и важно. Ти Джей. Все хорошо. Ты готов поговорить с шерифом? Все хорошо. Ты в порядке? Рассказывайте, Джей. Иногда по ночам я плаваю. В реке. Я ничего плохого не делал. Ну, конечно, нет. Мы знаем, что ты хороший мальчик. Просто расскажи, что видел. Не, там есть русификатор, но они плохо работают. Могу дать ссылку, которую мне дали, но там только до третьего эпизода, кажется. Все хорошо. Есть русификатор текста. Полный вроде. Я увидел тетю. Ой-ой-ой, он испугался. Ой-ой-ой, он испугался. Камни на ногах. И она продолжала падать в темноту. Блоки были привязаны к ее ногам. Есть еще что-нибудь? Это правда? Что вы знаете, когда люди лгут? Слышал это от многих. Поэтому вы стали шерифом. Это часть моей работы, распознавать ложь. И у меня хорошо получается. Есть еще что-то, Ти-Джей? Пожалуйста, не злись. Что такое? Я... я не остался под водой. Что? Я знаю, что должен был, но я испугался и вынырнул. А что мне оставалось? Я дал тебе четкие указания. Нужно сидеть тихо и не высовываться, иначе будет плохо. Ну как так-то, а? Оставь его в покое. Он мой сын, и правила у нас не просто так. Это особый случай. Отстань от него. Ты не остался под водой? Не знаю, заметили ли меня, но кто-то сказал, хватит смеяться. Я испугался. Нырнул и задержал дыхание, насколько смог. Стой, ты кого-то слышал? Да. Почему раньше не рассказал? Ты слышал смех? Нет. Знаешь, чей это был голос? Нет! Шериф. Это они и сказали. Хватит смеяться. Попробуй вспомнить все и конкретнее. Они сказали... Сказали, хватит смеяться надо мной. Бигби, он напуган. Ты видел, кто это был? Я не знаю, не знаю! Извините. После того, как я всплыл, никого не было. И я побежал домой. И все. Честно? Да и тут нету... Там не было кнопки отпустить его. Только промолчать, типа. Промолчать надо было. Спасибо, Ти Джей. Ты молодец. Пойдем. Отстаньте. Здесь я детектив. И я расследую это убийство. Ясно вам? Все пошло так, как я думала. Хочешь пойти взглянуть на тело? Чуть позже. Хорошо. Или провалила общение с ребенком. Я вообще всех забаню. Нахрен. Фиговый детектив. Это вы хреновые. Зачем вы меня обижаете? Эй, зеркало. Привет, Бигби. Рад тебя видеть. Что ты показывал, Жабу? Золушку в магазине туфля. Рапунцель, Розу и тебя. Заметил я рифмы. Ни одной ты не вставил. В следующий раз придерживайся правил. Ладно. Хорошо. А, я могла спросить только одно. Ну ладно. Покажи мне траляля отбитого говнаря. Угу. В машине сидит. На кого-то смотрит. Я была мягкой, насколько могла с ребенком. В целом, брака была у нас. Покажи, где он сейчас. Бухает. Очень мило. Укушу я Сашку-дзоляшку, потому что он писюняшка. Вредняшка. Бесит меня немножко. Вот. Да. Так. А с ним... Все, больше с ним нельзя разговаривать, да? Больше с ним нельзя разговаривать. Пойдем. Никакой рифмы. Ах, стихо. Иноги мне информацию по программе «Соседский глаз», которая есть у простаков. Думаю, у меня найдется кое-что. Хочешь пойти взглянуть на тело? Да? Блин, ну жаб же не может всех убивать. Пойдем. Да не, вряд ли жаб. Зачем он всех девок смотрел? Так. Тут точно ничего нету больше. Во, колодец. Это типа их тюрьма? Зачем девок смотрел? Ну да, типа, зеркало же сказала. Он смотрел на Золушку, на Рапунцель, на тебя и на кого-то еще. Нет? Не помню. У Снежки не было воротничка снежного. Ну, со снежинками. Я не представляла. Ты справишься. Ты можешь уйти. Я хочу остаться. А, нет, у нее воротничок со снежинками. Мне не по себе. Эти чары такие действенные и сильные, но просто делай, что нужно. Странно. Я не ношу такую брошь? Может, это и вправду ее вещь, а не часть чар. Похоже, она с родных земель. Бавкин, узнаешь эти символы? Ничего подобного раньше не видел. Порез такой же, как у Веры. Свиной сердце говорил с тобой насчет Веры. Нет. Он сказал, что хочет еще кое-что изучить. Если рана на шее такая же, то во рту тоже может что-то быть. Ну что? Ничего. Она не совсем такая же. Ты можешь закрыть ее рот? Угу. Спасибо. У нее твои духи. Откуда она? Откуда ты знаешь, какие у меня духи? Этот нос не проведешь. Я видел бутылку на твоем столе. Ты это видишь? Может быть, синяк. А чего вот эта вот за стрелочка такая? А, типа ниже перейти. Следы от уколов. Она принимала наркотики? Похоже на то. Они довольно сильные. Я слышал, что наркоманы начинают колоться в ноги, если их руки уже все исколоты. Или чтобы скрыть следы. В любом случае схожести нет, судя по ее ноге. Если только не смеши меня. Может пыталась компенсировать несходство духами. Стой. Если чары должны были сделать ее похожей на меня, то почему не исчезли следы от уколов? И эта брошь тоже. Но почему все остальное изменилось? Я еще не видела такие чары. Возможно это дешевка для показухи. Ведьмы наверху хорошо знают свое дело, поэтому чары такие дорогие. Разве что их делают нелегально? Это технически не нелегально. Это конечно не одобряется, но запрещающих это законов нет. Выходит есть что-то типа черного рынка чар? Типа того. Думаю любой у кого есть мозги и доступ к нужным книгам мог создать такие чары. Еще одна головная боль. Черный рынок или нет, но сходство довольно точное. Взгляни-ка. Пуговицы не одинаковые. Вот еще одна здесь. Так, что в руке? Кулак зажат. Она сопротивлялась. Ссадин нет. О. Может она цеплялась за что-то? Может. Или что-то держала. Минус пальцы. Что ты делаешь? Пытаюсь узнать, что там. Там что-то есть фиолетовенькое. Я видела. Сейчас пистус пальцы. Что это? Фиалки? Ага. Леший, дарова. Так. Ты права. Разные пуговицы. Что у него такие синяки под глазами и могу поспать? Что? Ты не против, если я расстегну жакет? Бигби, давай я сделаю. Ага. Опа, трусики какие проститутские. Проститутка! Ты в порядке? Я... Простите, это заняло намного больше времени. Что вы узнали? ее чары дефектные. Оу, дефектные? Их могли купить на черном рынке. Нам нужно контролировать подобное. Да. Давай продолжим. что это? У нее были духи. Кто-то выбрал их для нее. Селик, стоя на, здравствуйте, здравствуйте. Инструкция. Так, еще что-то в рукаве есть. Или там, а, еще один внутренний карман, ничего себе. А вот это как? Я видела такие вещи и раньше. Это определенно магия, хотя в наше время ведьмы уже не мастерят такое. Лучше с этим не играться. Это какой-то вид магии из черного рынка? Что это? Откроем. Надеюсь, это не опасно. Ну что? Может, ты прав. Я знаю, как выяснить. Хм, что? Там что-то есть. Как ее открыть? Если боишься, то отойди подальше. Я собираюсь открыть ее. Нужно правильно выстроить эти кольца. О! Так. Нет, это не то. Собачка какая? А, олень. Тонючек прует. Олень? Что он значит? О! Тво... ее волос и фотка. Это твои волосы. Роза. Мы с сестрой почти не общаемся. Кто это сделал? господи. Она тролль? Да вы шутите. Так, успокойтесь. Неужели вы никогда не видели тролля? Кто она? Раньше здесь этого не было. Как думаешь, кто она? Увы, я знаю мало троллей. лучше бы они остались на родине. Возможно, Холли знает. Владелица бара? Нет, она выглядит... О, нет. В чем дело? Это не Холли, это ее сестра Лили. Ее объявили пропавшей без вести. Ее исчезновение осталось без внимания. Нужно рассказать об этом Холли. Точно. Она может знать что-нибудь об этом? С кем Лили общалась? С еще одним троллем. Пойдем. Вы не пойдете. Почему? Это опасно. Вас пытались убить. Бигби, она должна остаться здесь. Ты подвергнешь ее опасности. Бигби мне не указ. Он руководит расследованием. Если она хочет пойти, то я и не указ. Но нам пора. Ты готова? Ладно. Вот да, вопрос зачем ей превращаться в снежку. То есть это как-то что-то для того, чтобы навредить либо и Кабут Украину и правительству города, либо Бигби. Хорошая Келлан, хорошая. Ну же, Холли, я хочу развлечься. Как вовремя. Ладно, знаю. Просто расслабьтесь. Я вам ничего не сделаю. Ладно. Мисс Няшка, слышал, у вас было типа странное утро. Думаю, странное утро было у всех. Этот парень худеет с каждой нашей встречи. Офигительно. Он худеет, но каким-то образом остается качком. Джек. Волчонок, как делишки? Ну, мы только что о тебе говорили. Все мы тут, в баре. Мне нужно поговорить с Холли. Лично. Ладно, только удели нам минутку. Мне ужасно хочется услышать про тело, которое нашли в реке этим утром. Это было сказание? А, все знают. Тру-ля-ля тут был. Говорил о трупе Снежки. Ты уверен, что это был Нитра? Он был весьма убедителен. Крейн. Тру сказал, что вы арестовали его без причины, оставив в камере на всю ночь. Сказал, что ты пытал его, что как мне кажется, не входит в твои обязанности. Ну же, ты не можешь быть таким... Да ладно, я его не пытала! Я его даже ни разу не ударила! Что за херня? Вы двое предлагали взбунтоваться, когда тут никого не было. Но как только пришел страшный серый волк, вы сразу же струсили. Что за бри это вообще? Что это? Я устала, вот что. От чего? От проблем, Джек. Меня тошнит от проблем. Достаточно. Так что просто заткнись. Или жди снаружи, или вали нахуй отсюда. Мне насрать. Бигби, два сказания мертвы. И сестра Грэна... Сестра Холли. Сестра Холли пропала дофига дней назад. Но никого это не колышет и не волнует. В общем, есть какие-нибудь новости? Я не знаю, как сказать тебе это. Девушка, которую нашли в реке... Кто это? Ты знаешь, кто это. Удачно я зашел. Если произнесешь хоть одно блять слово, хоть одно, он. Да твою ж мать! Зато блять принцесса Белоснежка цела и невредима. Где ты был, когда мы сообщали об этом неделю назад? Где ты был, когда мы в тебе нуждались? Если бы вам было не плевать на нас, хотя бы немного, вы могли бы спасти ее, о ней могли бы позаботиться ее! Мне жаль, Холли. Извини, что нашли твою сестру такой. Мне жаль, что так все вышло. вали из моего бара. Я просто... Это должна была быть ты. Ты, а не кто-то другой. Лол. Я хотела с ними как помягче. Видимо, надо было, блядь, пожёстче. Охуели вообще. Мы нашли это у неё. Думаю, что тебе стоит забрать её. Я не знала, что она до сих пор у неё. Медь была из шахт-гномов. Очень редкая и старая. А ты молодец. Грен? Да? Можешь выйти? Уверена. Видимо, я всё-таки правильно всё сделала. На удивление. Я уже думала, блин, надо было по-другому всё переиграть. Я не так много знаю о её жизни. Мы не часто общались. Она сбилась с пути в этом городе. Это её и уничтожило. У неё есть друзья? Кто-нибудь мог бы сказать, за что её убили? Почему именно её? Я не знаю, кто её друзья. Она в основном околачивалась там, где работала. Она была проституткой. Хотела погасить долги. Мне было больно смотреть на неё. Она задолжала тем, на кого работала в том сраном клубе сладкий десерт. Угу. Значит, у неё сладкий десерт. С всеми его гонорарами. Просто мешок с дерьмом. Он держал её в ежовых рукавицах. Холли, всё хорошо. Если что, мы можем уйти. Джорджи? Хм, что ты знаешь о нём? Мы можем поговорить с ним. У нас есть улика. Воспользуемся ей. Спасибо за всё. Мы можем тебе как-то помочь? Нет. Нет, я лучше разберусь с делами сама. Мне не нужны сострадания и подачки. Это не подачка. Мы просто хотим помочь. Она... Где она? Она в администрации. О ней позаботились. Мне придётся сходить и забрать её. Бля. Мы можем организовать похороны. Нет, это... У троллей есть такая традиция. Мы сжигаем тела на рассвете. Как-то так. Я поговорю с замом мэра об этом. Я мало что решаю без его ведома. Это важно для меня. Слушай, ты можешь пойти к нам в администрацию, и мы посмотрим, что можно сделать. Она на эмоциях, считай, убили Снежу, а оказывается, Си труп от личной Снежи, поэтому и первая мысль, её убили, так как она была Снежкой. Получается, пусть Снежа приздует из Глара. Она тут да. Давай, Джаспада, сладких снов. Спасибо. Это всё облегчает. Так, нужно почитать. У нас там уже много записей в книге сказаний. Так, мы закончили главу третью второго эпизода. Давайте пока не начали, я сказания хочу почитать. Что тут у нас новенького? Так. Милосердие Бороды. После многочисленных браков, заканчивающихся таинственными исчезновениями, последняя жена Синей Бороды относилась к нему настороженно. Однажды ему пришлось уехать по делам, оставив её одну в поместье. Он дал ей полную свободу перемещения по имению и взял с неё слово, что она не войдёт в чулан в подвале. Она его, конечно же, нарушила и обнаружила пропавших жен. Когда Синяя Борода вернулся, он узнал об этом и должен был убить её, пока она не раскрыла его ужасный секрет. Она уговорила его разрешить ей помолиться, и он неохотно дал ей это сделать. Этим она выиграла время своим братьям, которые прибыли и спасли её от неминуемой гибели. И преступления Синей Бороды были раскрыты. Блин, ничего себе. Тринадцатый этаж здания Вудлендс – дом для ведьм и колдунов, обеспечивающий защиту Фейблтауна. Они используют свои силы, чтобы надоедливые местные не смогли увидеть здешних обитателей. Но у всякой магии есть свой предел, а у каждого заклинания своя цена. Ведьмин колодец находится в одной из комнат в здании Вудлендс, где используется для окончательного избавления от некоторых вещей. Мёртвые сказания предаются ему, как и большинство неисправимых преступников. Никто точно не знает, где находится, что находится на дне этого колодца и есть ли у него это дно вообще. Но это хороший способ обрести последнее пристанище. Храбрый Джек Джек вечно чего-то хочет добиться, но он не так умён, как сам о себе думает. Его планы разбогатеть быстро привели к обратному, но его решимость никогда не дрогнет. Он считает себя самым важным человеком в Фейблтауне, но все знают его как самого безобидного и хитрого засранца. Он бы мог стать журналистом на самом-то деле. Псих, привет! Лилия Лилия и её сестра Холли вместе выросли в родных землях, но их дороги быстро разошлись, когда они переехали в мир простаков. Без цели и лишённая всего, Лилия стала проституткой, а теперь она вторая жертва в деле об убийстве. Крест-троля Амулет, сделанный из стали, который, как многие ошибочно полагают, защищают от троллей. Лилия получила его, когда бродила по пустыне в поисках чего-нибудь съедобного. Там она повстречала человека, но перед тем, как она его съела, он вытащил крест и прокричал «Назад! Назад, тролль!» После того, как она доела свою закуску, Лилия взяла крест из его мёртвой руки. После исхода она постоянно носит крест, напоминающий ей о лучших временах. Лучших? Как бы. Так, ну тут достижения, это понятно. Клуб «Сладкий десерт». Блин, почему там «Сури пай» — это сладкий пирог? Хотя, больше десерт. У меня тоже бантик. Я вас не видела. Вам всегда здесь рады. Вы здесь по работе или как? Я ищу кое-кого. Помочь в поисках второй половинки — наша работа. Но сейчас мы закрыты. Я не это имел в виду. Это плохо. Полагаю, вам лучше поговорить с Джорджи. Вам повезло. Он здесь. Должна предупредить, что Джорджи не любит, когда ему мешают во время работы. И сейчас у него нет настроения. Всё будет путём. Я умею находить с людьми общий язык. Да, я слышала. «Красная комната», «Сладкий пирожок». Приветствуем в сладком десерте. Здесь жители Фейблтауна могут удовлетворить свои желания. Нам нравится то, что нравится вам. Знаешь, Лили, она здесь работала. Мои уста закрыты. Лучше спроси, Джорджи. У неё такая же фраза была «Мои уста закрыты». О-о-о-о! О, ёбаный рот! Ты чё, блядь, творишь, ты? Выглядишь, как будто сейчас обосрёшься. Дальше я сам. Удачи. Проблема в твоём лице. Нужно улыбаться. Да сколько раз это нужно повторить? Ну? Ты дал... А, ты! Мы закрыты. Давай, давай, танцуй дальше. Я не сказал, что... Ёбаный рот. Ты! Стой на месте. И даже, блядь, не вздумай садиться. У меня есть вопросы. Блядь, да я сам в шоке. Да, у них одинаковые ленточки, только сейчас заметила. Ну, когда встретила эту. Пришёл поразвлечься. Знаешь чё? А приходи-ка после полуночи. Я вас познакомлю. Или, зная тебя, она не в твоём вкусе. Ты любишь цепь, которые сопротивляются. Скажи, ты хочешь неподвижную или ту, что поактивнее? Я здесь не за этим. О, я здесь не за этим. Ха-ха-ха. Просто на чай зашёл. Боже, Бигби, ты такой лопух. Но мне это нравится. Не-не, честно, честно, серьёзно, нравится. Да ладно тебе, шериф, прекращай. Я просто угораю. Я знаю, зачем ты здесь. Уверен? Слушай, мы сами позаботимся друг о друге. Ведь больших шишек не колышут наши дела. И когда случается что-то, я узнаю об этом первым. Особенно, если это касается моего бизнеса. Тогда, думаю, ты знал, что Лили зачаровали. Блин, ну конечно же, долбоёб, она ведь тролль. Нет, чары превращали её в другое сказание. Да? Ну и чё? Кому какое дело? Когда людей не замечаешь, они способны на многое. Ты стоишь за всем этим. Ты добыл ей чары, чтобы воплотить в реальность чьи-то извращённые фантазии. О-о-о, чёрный рынок. О-о-о, миленько. Какой же ты предсказуемый уебор. Врываешься, разбрасываешься обвинениями, запугиваешь людей. Да только, блядь, доказать ты ничего не можешь. А мы все должны вскакивать, когда волк покажет свои зубки. А ведь раньше он был не чёток. Нечем доказать. Тогда это, блядь, что? Убери это. Я нашёл это на теле Лили. Явно подделка. Откуда это у неё? Ты всё не так понял. Даже если Лили и зачаровали, то не для меня. Мне нахрен не нужны проблемы. Тогда для кого это? У неё были клиенты. Может быть, у кого-то из них были чары. В Фейблтауне полно ебанутых. Например? У зеркала спроси. Я всё равно тут ни при чём. Продолжай. Хочешь прорезать мне? Давай! Ты ведь этого хочешь? Ещё раз. Кто нанял Лили? О нет, блядь! Вообще-то ты сам всё сделал, Лук. Да, блядь. Съеби. Погоди-ка. Ганс? Верно? Ганс просто подрабатывает здесь уборщиком и вышибалой. Он ничего не знает о тёлках и их клиентах. Этого никто не знает. Понял? В этом вся суть. Мы гарантируем негласность. Именно поэтому никто ничего не знает, включая меня. Я просто закрываю глаза и беру деньги. Вот и всё. Может, пускай взглянет? В смысле? Разве у тебя нет книжечки, в которой записана вся инфа о девочках? Вот и я и сдал его. Покажи. Нет никакой книги. А что за тебя, Ганс? Нужно научить тебя общаться. И я даже не знаю, с чего начать. Э, это моя собственность. Ха-ха, валяй. Давай, делай то, что умеешь. Расскажи мне про книжку. Да ты вообще не понимаешь, что происходит. Э, полегче. Я не буду ничего крушить. Хватит пиздеть. Мне нужна книга, про которую говорил Ганс. Ганс всё попутал. Снова. Даже и не думай. Да, звучку сделали кайфовую вообще. Жалко, что только два или три эпизода. Не трогай. Понял? Это тебе не нужно. Отдай её мне, пока не поздно. Прости, но нет никакой волшебной книжки, в которой записано всё, что тебе нужно. А жаль. Может быть, тогда бы ты съебался. Опа. Угу. Я на него чисто морально, психологически давлю. Большой и страшный засранец. Мы поняли. Мы все виновны. До нас, блядь, дошло. О, господи, ты издеваешься. Остановись. Я заплачу. Две девушки мертвы. Тогда не придуривайся. О, да ладно. Там ничего нет. Лучше не мешай мне. Ладно, ладно, ладно. Надавили моральненько. Иди за мной. Конечно, идём. Осуждаю. Слышь, рано радуешься. Там нет ничего полезного для тебя. А вот мне и моему клубу ты изрядно насолил. В комнату. Это последний выход, Лили. Скажи-ка, Джорджия, кто такой мистер Смит? О, божечки. Боюсь, это фальшивое имя. Выдам клиентов. Моему бизнесу конец. Даже Ганс это знает. Что за 207? В комнату. А мне-то, блядь, откуда знать, а? Не ври мне, Джорджия. Это твоя книга. Твои девочки. Это комната у лягушатника, кажется, в доме. В смысле, крушить я ни хера не раскрушила? Ты вообще, что ли? Вот это, конечно, они в игре не совсем проработали. Алло, администрация? Потому что я ничего не крушила, а он говорит, что я крушила. Ну что это такое вообще? Вера. Замок сломан. Сломано. Но ведь даже нет замка. Интересно, здесь на время нужно все проверить или нет? Замок сломана, блеск для губ, зеркальце. Верина. Записька. Вера, спасибо, что прикрыла меня сегодня. Нам нужно поговорить, прежде чем ты отправишься в квартиру. Лили. Опа-на. Они были связаны. Значит, они обе видели клиента Лили. Так. Это мы посмотрели. Что у нас здесь? А, это записка. Поняла. Это выйти. А вот это же мы смотрели, да? Вроде да. Может, первую убили по ошибке? Извините. Я знаю, что ты хочешь. Не помню, чтобы ты сюда приходил. Раньше у меня не было причин приходить. Ты пытаешься меня подбодрить? Блин, я думаю, она сидит и мне говорит, что это, Игорь. И где-то типа муха начинает летать. Я такая думаю, блё, вот это поворот сюжета, конечно. Ну я не могу. Так, твои ноги под чарами. Что ты здесь делаешь? Как тебя зовут сейчас? А как тебя зовут сейчас? Так, как хотят клиенты. Моё имя не риса. Что ж, не риса. Я хочу кое-что спросить. Разумеется. Но у меня нет ответов. Их ты сам должен найти. Число 207 говорит тебе что-нибудь. Полагаю, это номер в отеле. Но в каком именно? Нам нельзя говорить об этом. Я расследую убийство. Правда, нельзя. Мои уста закрыты. Мы гарантируем негласность. Здесь всё работает так. Я не впервые это слышу. А сколько у меня заплатить ей? У меня есть столько? Подожди здесь. Да я это за что? Прапор, ты офигел? Да, мы забрали утрал-ля-ля деньги. Только я не знаю, сколько мы их забрали. У каждой девочки свой номер. У каждой девочки свой номер. Муха жужжит. Укушу я жваху. Укушу его за пах я. Опа, какая-то чайкуля. Опа. 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 Срослась пися и пупа. Отель-объятие, то есть ты прямо рядом с борделем, чтобы далеко не идти. Значит, это не у жаба. Это какой-то их блядский отельчик. Я так уж хочу купить. Так, мы в Бронксе, да? Блин, они на самом-то деле молодцы. Они перевели вот всякие там надписи вот эти, вот шрифты разные. Вообще, короче, крутота сделали. Прям пипец. Улыбнись, тебя снимает камера. Подожди, а как она снимает, если здесь же все это самое? Это убьет меня. Чего убьет тебя? Кола? А сишки тебя не убьют, да? Лол, кек, чебурек. Пиксель. Там Пиксель пропал. Ну да, выглядит, конечно, не ок. Но если он чисто такой проститутский, то, я думаю, им и не надо, чтобы он хорошо выглядел. Главное, там какие номера. Какой приятный голос. Давай, топай сюда, и мы тебя устроим. Я здесь не из-за номера. О-о-о. Ты. Я работаю здесь, ясно? Я работаю на ресепшене. Мне нужны деньги. Ну, теперь ты в курсе. Знаю, я должна была рассказать. Но чудовище сошел бы с ума. Чудовище очень гордый. Он старается опекать меня. И он бы не вынес, если бы узнал, чем я зарабатываю, чтобы нас не выселили. Все наши друзья живут в Удлэнсе. Это сломило бы его. Ты должна рассказать чудовищу. Он же переживает. Скажу, скажу. Только выберу подходящее время. Кстати, спасибо, что прикрыл меня. И зачем ты здесь? О, у тебя ключ. Прошлой ночью произошло еще одно убийство. Слышала. Жертва работала в сладком десерте. Лилия. Она бывала здесь? О-о-о, да. Э-э-э, тролль. Видела ее? Знаешь, мы никогда не общались, но... Она выглядела напуганной. Видела здесь кого-нибудь с Лилии? Ну, там, клиента. Иногда. Но никого знакомого. Хотя я работаю здесь не так давно. А как насчет регистрации? Некто мистер Смит. У нас все Смиты, Джонсы или Джонсоны. Все эти фамилии просто выдумка. Видела девушку по имени Вера. Или, может, слышала это имя? Возможно. Не знаю. Под конец ночи уже не различаешь имен. Тара, Брэнди, Эмбер, Хизер. Извини. Ты видела здесь Белоснежку? Или кого-то похожего на нее? Знаешь, это забавно. Но я действительно видела кого-то очень похожего на нее. Но она ничего не сказала, когда увидела меня. Хотя она знала, что я ее видела. Но я решила, что это была не Снежка. И вернулась к своим делам. Не, мне кажется, она это не скрывает. Я не могу было идти. Слушай, если это повторится, обратись ко мне и Снежке. Хорошо? Я пыталась. Спасибо. Стой. Если тебя кто-то увидит, то лучше будет, если тебя увидят со мной. Так все поймут, что я не позволила тебе здесь бродить. Пять минут. Прошу. Посмотрим, красавица. Будь готов притвориться, что я пытаюсь тебя выгнать. Я справлюсь. Слушай, Бигби, полагаю, ты будешь составлять что-то вроде официального доклада. И это нормально, но... Слушайте, а я почти весь стрим молчу, нет? Мне нравится. Можешь не писать мое имя. В смысле, не думаешь, что чудовище увидит твой доклад. Просто, ну, всякое бывает. Ты хочешь, чтобы я соврал? Не врал, а просто не писал имени. Скажи, что уговорил с работником отеля. Делай, что должен. Просто это сильно бы мне помогло. Ну, мы на месте. Какой тебе нужен номер? Пипа-чел, да. Так, а мне нужен 204-й, если я правильно помню. Так, а где 204-й? 205-й, 207-й. А вот это какой? Я не понимаю. Я не вижу. Какой номер-то там? 204-го нету. 204-й есть. Ты не обязана тут со мной оставаться. Нет, обязана. Просто делай свою работу. А где 204-й-то? Да тут все трахаются. Чего их слушать-то? Подожди, зеленый. Блин. У нас же 204-й. 207-й? Нет. Где ключ? Можно как-то открыть инвентарь? 207-й? Вы уверены, что нам в 207-й? Ну, ладно. А, типа, нам не надо в свой идти, нам надо в 207-й? Там никого нет, пошли. Там закрыто. У тебя есть ключи. У тебя же ключ от номера. Не от этого. Стой, Бигби. Я не могу позволить тебе заходить в любой номер. Серьезно, что если кто-то узнает? У меня будут проблемы, Бигби. Ты должна впустить меня. Это нужно мне номер. Но я... Это номер, в котором была Лили. Ладно. Странно. Странно. Этот ключ должен открывать любую дверь в этом здании. Но он не подходит. Милая. Ах, черт. Чудовище. Бигби? Ты могла... Блин, вот это попадос. Он думал, что мы сейчас, короче, с ним... Просто габела. Блин. Это ж надо было так лохануться. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, секунду. Блин. Вот это... Я ему еще правду не сказала. Я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас драка будет. Сейчас будет драка. Жопой чую. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Нет, милый. Подожди. Как ты могла так поступить? Мы вечерин столько прошли. Я заботился о тебе. Это не то, о чем ты подумал. Ты изменяла мне. С ним? Нет, чудовище. Я не изменяла тебе. Я ему помогаю. Вот и все. Как же. О да, вы отлично помогли друг другу. Я расследую убийство. Она помогает. Хватит лгать. Да что с тобой не так? Она моя жена. Послушай меня. Я тебе не изменяла. Я не... Эй. Ублюдок. Наконец-то. Ублюдок, мать твою. Истинное лицо. Хватит. Стойте. Ты сказал мне, что не видел ее. Пиздун ебучий. И все это время спал с ней. Послушай свою жену. Успокойся и... Милый. Да в дверь его кинь. Я не хотела. Я думала, что он просто ударит его. Нет, не бей его. Не бей. Просто не бей. Ну, зато меня сейчас будут бить, да? Ты все испортил! Она, блядь, моя жена! Черт. Какого черта? Посмотрите, что вы натворили! Ты не можешь делать так, как дача... Стой! Лучше тебя не входить. Поверил бы, да? Красавица, не входи. Что? Почему? Что происходит? О, боже! Ничего не трогай. Это? Это? Тут Лили встретила своего клиента, непонятного мистера Смита. А потом? Все произошло здесь. Боже. Прошлой ночью? Ага. Я вчера была на смене. На смене? Красавица! Что? Я не проститутка, идиот. Я работаю на ресепшене. Никто не вел себя подозрительно. Может, выносил крупный багаж или... Тело же как-то вынесли отсюда. Господи Иисусе! Нет, я ничего такого не видела! Была самая обычная спокойная ночь. Как это вообще возможно? Здесь столько крови! Запри входную дверь. Не дай людям зайти в холл. Не мог бы ты проследить, чтобы никто сюда не зашел? Это место преступления. Но... Сделай, как он сказал. Я объясню позже. Хорошо? Ну, хоть глаза у него на месте. А то я думала, я ему выколола все нахрен. Что за монстр мог это сделать? Именно это я и пытаюсь выяснить. Может, это жаб? Во всех номерах стоят часы с кассетным проигрывателем. Думаю, да. Так, что у нас еще есть? Так, вот это что? Сказки? Сказки? Красавица. Это книга про Белоснежку. Точнее, версия Простаков. Ммм, интересно. Вся книга про нее? Да. Почему она в стеклянном гробу? Это сцена, где она спит. Но все считают, что она мертва. Она не знала историю? Ты, кажется, вспомнила конец игры. Ты в было всех? Блин, похоже на гильзу. Я думала, ты единственный, кто курит это дерьмо. Очевидно, нет. Или кто-то косит под него. Он принес вино. Отлично. Как у этого было. Как у... Бля, это этот чувак, что ли? Который ее начальник. Он о ней тайно страдает? Да ну... Кто-то был очень груб с этим платьем. Оно порвано. О нет. Наверное, она надевала его. Он убил ее, а потом снял с нее платье. Нет, на нем нет крови. Видимо, его порвали. Позже. Что это? Судя по дыркам на платье, наш мистер Смит любит играть грубо. Он жестокий. Тебе нужно было платье, чтобы понять это? Мне пришла в голову та же идея, когда я узнала, что он отрезал ей голову. Конечно, он жестокий. Он убийца, психопат. О, боже. Извини. Еще много чего нужно осмотреть. Так, это с ней надо поговорить. Так, это мы все потрогали. Вот тут... А что это? Ты чуешь какой-то запах? Яблоко. Нет. Обычное яблоко. То есть, ну, она играла роль Белоснежки. Что? Что скажешь? Яблоко надкусано лишь один раз. Прямо как в сказке. О, нет. Думаешь, оно отравлено? Нет, я выучую. Это просто реквизит, нужный для сцены из книги. Ну да, в этом есть смысл. Этот псих сначала разыгрывает сцену с ненастоящим отравлением, а потом отрезает ей голову. Боже, бедная девушка. Откуда ей было знать? Ей просто нужны были деньги. На ее месте могла быть... Любая. Как она очутилась здесь? Я имею в виду не вот здесь, а... просто как это вышло? Кажется, у нее был ряд вариантов на выбор. Думаю, она бы поступила бы иначе, если бы знала, что от нее хотят. Что еще есть? Эй. Блин, а что с кассетником? Я так и не поняла. У меня же кассета есть. Ставь кассету. Может, она ничего не видела? Лес. Сказочная музыка лесной поляны. Думаю, я ее слышала. Прошлой ночью. Она играла довольно громко какое-то время, но остановилась на середине. Тогда я не придала этому значения. Знаешь, тут и не такое приходится слушать. Думаю, я просто привыкла игнорировать подобное. Возможно, маскировала звуки убийства. Да как под нее можно маскировать звуки убийства, лол? Похоже, что она лежала, когда ее убили. Цветы положили до убийства. Как ты узнал? Кровавый след. Вероятно, тело утащили от подножия кровати сюда. Тело? Боже, ты мог бы сказать ее, бедняжка. Че ты стоишь, блядь, тут комментируешь? Иди нахер отсюда! Стоит она, блядь, комментирует. Комментатор хуев. Что? Не молчи! Это выглядит, как гроб Белоснежки из книги. Он переигрывал тот момент, где она лежит, окруженная цветами. Смит положил Лили тут отдыхать. Ты прав. Кровать это гроб. Он разыгрывал другую часть книги. Боже, мне нужно время, чтобы это все переварить. У этого парня странная привязанность к Снежке. Но это не единственная его странность. Он жесток в постели. Да и жесток... Вообще. Надеюсь, ты заканчиваешь. Мне совсем не хочется больше здесь находиться. Опа. Какое-то дело. Или что это? Он за ней следит. Нет, это настоящая Снежка. Откуда ты знаешь? На этой есть я. Она была сделана прошлой зимой. О, нет. Биби, подобное преследование просто так само не прекратится. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Он будет пытаться подойти как можно ближе. Его замена Снежки пропала и... Мы близки к цели. Что? Это... Крейм. Я так и думала. Я так и думала. Я по вину догадалась. Блин, минус зеркало. В следующем эпизоде. А, ну мы и все, получается. Закончили два эпизода. Целью можешь быть ты. Чудно. Жду не дождусь, чтобы наказать этого гадкого хорька. Ты начинаешь мне нравиться. Ты не боишься быть полным отморозком. Грядут кое-какие изменения. Здорово, Бигби. Разберись с этим. Или это сделаю я. Боже мой, Бигби. Это ты? Я ответила, как 60 игроков. 60 процентов. Как вы баловали подозреваемого в убийстве? Или как вы допрашивали, наверное? Короче, я как большинство. Что за трип-трэп? Непонятно. Ну, короче, как большинство, как большинство. А вот здесь... Как меньшинство я сделала. Большинство игроков его били, пока он был в нокдауне. А я его не била. Вот. Поэтому все гуд было. Вот. Вот так вот. Ну что, мои сладкие. Да, дурачок фотки оставил. Я надеюсь, вам понравилось мое прохождение игры. Блин, конечно, с озвучкой прям вообще кайфовенько так играть. Расслабляешься, чисто читаешь все. Слушаешь, смотришь. Вот это и базякать не надо вообще. Так кайфовенько. Расслабляешься, чисто читаешься, чисто читаешься.